Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем жила Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. Герои педагогической поэмы Самара принимает всероссийский конкурс Учитель года 2016. Дерзкие мечты Автоваза. Автогигант презентовал шесть моделей будущего. Есть ли у них шанс попасть на конвейер? Они будут платить, отключат газ. Самарская многоэтажка на революционной накопила несколько миллионов долгов. Медицина 21 века. В Самаре проходит всероссийская конференция по неотложной хирургии. Атыбаты все в солдаты. Регион проверяет на готовность к осеннему призыву. Самара принимает всероссийский конкурс Учитель года. В нашем городе станут известны имена пятерки финалистов, который поборется за звание лучшего педагога и награду в виде хрустального пеликана. Первый этап конкурса начнется только в воскресенье в 41-й школе. Ну а сегодня проходит торжественное открытие в Театре оперы и балета, где сейчас работает наш корреспондент Валерия Макарова. Вот так по звуке оркестра в Самаре открывается федеральный этап всероссийского конкурса Учитель года 2016. Это почетное право Самара завоевала благодаря победе Сергея Кочерешко в прошлом году. Учителя соревнуются практически по всем предметам, есть даже хореографы. Их ждет три дня соревновательных уроков, которые определяют 15 лучших из 85 участников. После им предстоит поделиться своими методиками с коллегами. И уже потом жюри во главе с ректором МГУ определят пять претендентов на победу, которые и отправятся в Москву на заключительный этап. Репортаж Валерии Макаровой мы покажем в наших следующих выпусках. На торжественную церемонию открытия всероссийского конкурса приехала федеральный министр образования Ольга Васильева. И первым делом в Самаре она посетила университет имени Королева. Что весьма символично, учитывая, что министр является инициатором возвращения в школьную программу астрономии. Какие еще изменения ждут системы российского образования, знает Олег Зверев. Дорога к познанию Вселенной должна начинаться со школы. Астрономия возвращается. А в университете имени Королева работают и учатся те, кто на практике осваивает космос. Свой визит в Самару министр образования и науки России Ольга Васильева начала с посещения СГАУ. Это ведущий в стране вуз аэрокосмического направления. После первого знакомства сразу участие в заседании Совета ректоров. Один из наиболее острых вопросов – единый государственный экзамен. В погоне за повышенным балом учебные заведения забывают о том, что школьника нужно учить мыслить, а само испытание превращается в пытку. Ответ министра – заставив мужика Богу молиться, он лоб расшибет. Когда учитель идет через рамку при учениках, и ученик идет через рамку, и всех обыскать, но это же обыскать им не доверяет. Вот школьник заканчивается, я шел на экзамен как на праздник, а это стоит милиционер, стоит рамка. Но это не самое страшное. Самое страшное, что мы стали детей готовить не к жизни, вот о чем вы говорили, не к этому какому-то движению. То есть какую же цель себе поставить? Готовить к ЕГЭ. Конечно, до совершенства в ЕГЭ очень далеко. И главная задача наша постепенно, но жестко – убирать тестовую, так сказать, основную и решать уже творческие вещи, которые там были. Но главное, о чем я еще раз хочу сказать, я буду очень наказывать руководство, и региональное, и просто руководство школ, за так называемое натаскивание. Потому что я убеждена, что если человек проходит, ребенок проходит программу, ему не надо бояться потом отвечать на те вопросы, которые у него стоят. Потому что он это знает. Ольга Васильева ответила и на другие вопросы. О возможности увеличения бюджетных мест. Надо заботиться не о количестве, а о качестве образования. Есть проблема – лучшие абитуриенты стремятся в Москву. Ответ министра – это нормально. Просто регионам дополнительный стимул сделать так, чтобы здесь было комфортнее. Есть ли такие возможности у Самары? Безусловно. Я считаю, что регионы должны очень стараться. Понимаете, вот хотя здесь, вот если посмотреть у вас, Самара – это культурный центр, научный, культурный центр. Что касается Москвы сегодня, да, Мы же реально, если практика ориентированного обучения мы будем делать, да, В Москве сегодня это почти не возможно. Мы должны признать, что базы той, которая, условно, может связывать ВУЗ с предприятиями, с камерами будут работать, Там значительно меньше, значительно. Потому что Москва выдавила практически многие очень сферы. В ближайшее время многое должно измениться. Сегодня реальный сектор экономики – сфера, куда пошли инвестиции. Есть заказы, а зарплаты на многих предприятиях больше, чем в банках. Самарскому университету есть чем встретить производственный подъем. С наиболее интересными инновационными подразделениями Сегодня знакомили министра. Кафедра космических исследований, где собирают наноспутники. Центр аддитивных технологий. Робототехника и многое другое. О среднем образовании речь шла в стенах школы номер 148. Это учебное заведение с углубленным изучением иностранных языков. Сегодня время не только инновационных методик. Многое, от чего отказались в 90-е годы, заслуживает того, чтобы к этому вернуться. У меня такой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, вы считаете согласны с тем, что в стране должна быть единая образовательная база? Безусловно. Почему это вопрос? Я стою на позициях, что у нас база должна быть единая для всех и должно быть углубление. То есть каждая школа может заниматься углубленным изучением того или иного предмета, но база от Калининграда до Дальнего Востока должна быть единая. То есть вы согласны с этим? Спасибо. Но вводить единую образовательную базу стоит на новом уровне, с учетом того опыта, который накоплен в новой истории России. Олег Зверев, Максим Гусев. События. Более ста новинок мирового и отечественного автопрома в Тольятти стартовал автосалон Мотоэкспо-2016. Одной из самых популярных площадок стал стенд Автоваза. Тольяттинский завод презентовал шесть концептуальных моделей «Лады». Есть ли у них шанс попасть на конвейер, выясняла наш корреспондент. «Лада будущего» выглядит вот так. На Тольяттинском автосалоне Мотоэкспо «Автоваз» раскрывает направление развития своего модельного ряда. Главный экспонат предприятия – «Лада Икс Код». Автомобиль демонстрирует новую дизайнерскую концепцию, в основе которой лежит «Икс Стиль». Среди перспективных решений – турбомотор, полноприводная трансмиссия, а также платформа «Лада Коннект», которая позволяет управлять системами автомобиля с помощью смартфона. «Лада Икс Код» – это своеобразное поле для размышлений, взгляд в будущее, как будет развиваться эта линейка. В «Икс Код» усилен элемент стиля. «Икс» стал более выраженным, и это видно сразу. Шеф-дизайнер «Автоваза» Стив Маттин признается, работать именно над этим концептом было интереснее всего. «Мы постарались выразить в эмоциональном ключе нашу «Икс-образную» графику. Хотели придать автомобилю более характерный, более выразительный передок, добавляя больше рельефности, больше деталей, новые исполнения фар. И то, как мы обыграли «Икс» на передке в виде хромированной планки». Разумеется, в таком виде «Икс Код» до конвейера не доберется, а как он изменится, покажет время. Если «Лада Икс Код» – это мечты о будущем, то этот автомобиль уже день завтрашний. «Веста Универсал Кросс» выйдет в производство во второй половине 2017 года. Кузов «Универсал» делает машину более вместительной, а стилистика «Кросс» повышает ее проходимость. «Кросс» – это колеса покрупнее, дорожный просвет побольше, ненамного, но когда речь идет о преодолении каких-то сугробов, это очень важно. И защитный обвес из некрашенного пластика, который защищает пороги, низ дверей и арки колес. На автосалоне «АвтоВАЗ» показал всего шесть концепт-каров, среди которых внедорожная линейка «Кросс» и спортивные автомобили «Веста Спорт» и «Икс Рейс Спорт». До 2025 года «АвтоВАЗ» планирует выпустить восемь новых моделей. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, События. Об экономических событиях уходящей недели расскажет наш обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Цена на нефть начала снижение после активного роста накануне. Сегодня за один баррель марки «Брент» дает 47 долларов 20 центов. Доллар укрепляет позиции. На выходные Центробанк установил курс американской валюты на отметке 63 рубля 86 копеек, евро 71 рубль 58 копеек. Золото стоит 2732 рубля, серебро 40 рублей 76 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 65 рублей 56 копеек, дороже всего продать за 62 рубля 44 копейки. Сертификат на материнский капитал начнут оформлять в электронном виде уже со следующей недели. Раньше его выдавали только на бумажных бланках. Подавать документы на получение сертификата теперь можно через портал Госуслуг. Увеличения налогов до 2019 года не будет, сообщает Министерство финансов страны. И все то же ведомство предлагает не платить пенсии работающим пенсионерам, чей доход в месяц составляет 1 миллион рублей. Оказывается, есть и такие. Их в России примерно 90 тысяч человек. На этом все. Удачи в делах. Свидетелями уникальной операции, сделанной сегодня в Самаре, стали десятки медицинских специалистов. Врачи спасали жизнь одного из пострадавших в аварии на воде. Она случилась два дня назад в районе железнодорожного моста. Тогда столкнулись баржа и катер. Операция, которую сделали травмированному мужчине, стала мастер-классом для хирургов со всей страны. Они приехали в Самару на конференцию. Материал Инессы Панченко. В результате происшествия мужчина получил множественные переломы ребер и острую дыхательную недостаточность. Двое суток он провел в реанимации интенсивной терапии. Его операция стала одним из мастер-классов для участников Всероссийской конференции по неотложной таракальной хирургии. Новейшую методику самарские хирурги освоили одними из первых в России. И сегодня блестяще ее продемонстрировали. Мы должны показать наилучшие свойства технологий. Ну и естественно тот опыт, который нами наработан, именно те ключевые моменты, чтобы до общественности, опять же, дошла доступность медицины в первую очередь, возможность использования высоких технологий во вторую. Таракальные хирурги оперируют органы, расположенные в грудной клетке. Чаще всего неотложная помощь требуется при дорожно-транспортных происшествиях. Специалисты в этой области на вес золота. Проводить такие операции могут только профессионалы высокого уровня. Не каждая наша многопрофильная больница может похвастаться тем, что у нее есть такая возможность. Самара является таким национальным лидером этого направления. Во-первых, потому что вы первые начали, ваши специалисты первые начали, скажем, внедрять эту технологию в повседневную практику. Задача конференции не только поделиться опытом, но и скоординировать междисциплинарные усилия. Инновации в области таракальной хирургии позволят изменить классические подходы оказания помощи пострадавшим. Лариса Шлафаста, Несса Панченко, Артем Сулайманов. События. Обеспечить безопасность Самарин на европейском уровне. Реализацию программы «Безопасный город» обсудили на межведостном совещании. Проект реализуется в области с 2008 года. «Безопасный город» – это многоуровневая система мониторинга ситуации. С помощью видеонаблюдения специалисты контролируют улицы, видят, где происходят пожары или коммунальные аварии. Для обеспечения безопасности самарцев в парках, скверах и на набережной установлено 130 камер видеонаблюдения и тревожные кнопки, с помощью которых горожане экстренно могут связаться с полицией. Вся информация с этих устройств поступает в единый центр обработки данных. Благодаря работе системы бороться с уличной преступностью стало проще. Четкие снимки и качественные видеозаписи направляются в суды как доказательство правонарушений. В преддверии Чемпионата мира по футболу требования к безопасности повышаются. Это накладывает определенные обязательства и на муниципалитет. Планируется, что в будущем управление системой возьмет на себя город. Все лучшее детям в Самарском районе устанавливают во дворах новые игровые площадки. Самые юные граждане скоро оценят качество горок и качелей, а пока дети вместе с родителями пристально следят за ходом работ. Вместе с ними и Андрей Горгуленко. Юная Пелагея за ходом работ следит внимательно. Она будет одной из первых, кто проверит качество установленных качелей. Поиграть на новой площадке девочки уже не терпится. Но пока нужно подождать, чтобы застыл цемент. А давай покатаемся. Ну, сейчас же нельзя. Дядя сказал, только завтра вечером. Долго мечтали. Вот как родилась Пелагея у нас, так и мечтали, чтобы площадка была близко, а не далеко. Жителям Самарского района теперь не придется ходить в соседние дворы, чтобы погулять со своими детьми. Работы по установке новых детских площадок и ремонту старых ведутся полным ходом. Депутаты учли все пожелания граждан. И каждый двор получил индивидуальный проект. Инициатива исходила от жителей, которые обращались к своим депутатам. И уже совместно с депутатами мы формировали по каждой площадке набор оборудования, формировали предложения. Учитывалось требование СНИПов, САНПинов, наличие коммуникации. И, в общем, исходя из этого, получилось наполнение каждой площадки. Во дворе дома номер 56 по улице Ленинской на площадке разместятся горка с качелями. А для ребят постарше установят спортивный уголок. Также будут установлены металлические конструкции, баскетбольный щит, футбольные ворота на спортивной зоне. После этого зачищается площадка и наносится цельное дизиновое покрытие. До конца года в Самарском районе 10 дворов обзаведутся новыми площадками. А значит, Пелагея и другие дети смогут играть рядом со своим домом. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События. Остаться без тепла в зимние морозы рискуют жители многоэтажки в Кировском районе Самара и могут не подключить газ. Виной всему долги в сотни тысяч рублей. С начала года поставщики тепла не получили ни одного платежа. Но выход есть. Какой узнала Алина Чемерес. Новостройка на Революционной сдана в эксплуатацию два года назад, а уже накопила немалые долги. В целом неуплата за коммунальные услуги более двух миллионов рублей. Около 800 тысяч из них за газ. Всего в многоэтажке 170 квартир. Долги имеют треть из них. Есть и такие, собственники которых до сих пор ни разу здесь не появлялись. И, естественно, не платили за коммунальные услуги. В прошлом году у жителей уже были проблемы с запуском тепла. Но благодаря вмешательству районных властей газ все же дали. На этот раз люди рискуют остаться без отопления. Начиная с января этого года ни одного платежа в регион газ данных счетов не поступает. По объяснениям юридического отдела, данного в ТСЖ, именно Революционной 155, у них постоянно арестовывается счет. На них подают в суд и водоснабжающую организацию, то есть СКС, электросети, лифт, кто вывозит ТБО. И у них из-за низкой степени оплаты им населением происходит периодическое взбирательство с ресурсовоснабжающими организациями. Постоянные предупреждения и беседы с жителями особого результата не дали. Долги перед коммунальщиками полностью погасили пока только две квартиры. Есть, еще раз повторяю, проблема, вот, ильдивенческая, я бы ее так назвал, это дома, которые преобразуются в ТСЖ, в ТСН сегодня. Бытует мнение, что придет зима, независимо будут долги, независимо будет отрегулирован вопрос, мы платить не будем. И со стороны власти, я думаю, нужно брать, брать в свое управление руки и регулировать все эти вопросы, связанные особенно с СФГК, по урегулированию задолженностей. К работе ТСЖ у жителей немало вопросов. Сейчас, когда зима, не за горами добросовестные собственники, которые исправно платят по счетам, не готовы остаться без отопления. Без тепла, это неестественно, у нас все есть детьми здесь маленькими, тем более с грудными очень много. От ТСЖ очень много зависит, как говорится, от их работы. Если у них там какие-то недоработки, или, может быть, они неправильно ресурсы распределяют, то есть не рассчитывая на момент наступления отопительного сезона, то, значит, надо разбираться с ТСЖ. Конечно, несправедливо. Особенно, когда плачешь, извини меня, и должны с детьми мерзнуть сидеть. У нас такое ТСЖ, мы уже не знаем, что с ним делать. Нам и лифты отключали. Мы без лифтов ходили, кто с колясками, кто с чем, кто с детьми, вот с маленьким, грудным, 16-й этаж. Мы каждый месяц регулярно оплачиваем, потому что это в наших интересах. У нас дети маленькие, как это, без газа. У нас зависит это и отопление, и получается горячая вода. У нас единая. Чтобы поменять руководство ТСЖ, жителям достаточно провести собрание собственников. А чтобы не остаться зимой без тепла, попробовать договориться с поставщиками газа, составить график платежей и предоставить гарантийное письмо. Наладить взаимодействие готовы помочь районные власти. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. А теперь коротко о других темах дня. Авария со смертельным исходом произошла на 97-м километре трассы М5 Урал в Нефтегорском районе. По данным ГИБДД, 31-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, двигался в сторону села Алексеевка. Выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем БМВ. Водители и один из пассажиров ВАЗа скончались. Еще один пассажир госпитализирован. Водитель БМВ жив. Как выяснилось, водитель отечественной машины был лишен водительских прав. По факту ДТП проводится проверка. Неожиданная находка ждала рабочих в Самаре при замене канализации. Они обнаружили снаряд. Работы проводились на улице Нового вокзальная, 161. Снаряд находился на глубине примерно одного метра. Его длина составила 500 миллиметров, а диаметр около 100 миллиметров. Работы были остановлены. Бригада выведена на безопасное расстояние. Информация о находке передана в полицию. Снаряд в специальном контейнере отправлен на экспертизу. Сейчас работы по замене канализационной линии продолжаются. Почти 6000 человек в Самарской области сделали селфи на выборах. Главным условием было выложить свою фотографию с избирательного участка, загрузить ее в социальную сеть Instagram и поставить хэштеги «Выборы селфи» и «63». Для подведения итогов конкурса была разработана программа, которая не только позволяла искать пользователей по комбинации хэштегов, отсеивать по временному отрезку, но и анализировать частоту лайков. Имена победителей объявят 27 сентября в Самарском доме молодежи. Счастливчики получат поездку в Москву, игровую приставку Xbox и гироскутер. В Самаре отремонтируют железнодорожный вокзал. Стоимость модернизации оценили в 73,5 миллиона рублей. Подрядчик должен выполнить работы до 31 декабря. На железнодорожном вокзале отремонтируют платформы, в том числе дорожки, тротуары и освещение. Обновят ограждения по периметру. В здании поменяют сети канализации и водопровода, установят новые унитазы и умывальники, приведут в порядок потолки и стены. На полу установят тактильные указатели. Любовь к экзотике погубила. В озере Самарского парка металлургов выловили огромного мертвого сома, в пасть у которого находилась экзотическая рыбка. Видимо, необычный собрат и стал причиной смерти. Фото направили в Средневолши рыбвод. Там сообщили, что рыба относится к кольчужным сомам, обитающим в водоемах Перу и Бразилии. Видимо, раньше сомик жил в аквариуме, и его выбросили в озеро, где он и стал добычей более рослого собрата. Две с половиной тысячи призывников из Самарской области с 1 октября пополнят ряды вооруженных сил России. В основном это те, кто решил пойти в армию сразу после окончания школы. Большая часть молодых людей будет служить в сухопутных войсках, есть и те, кто пойдет в ВДВ и на флот. Весной на воинскую службу уже заступили 3,5 тысячи призывников. Сегодня в армию конкурс, как в ВУЗы, берут только лучших. Количество молодых людей гораздо больше, чем требуется, чтобы поставить вооруженные силы. Поэтому есть определенный период, когда военный комиссариат может отобрать из того количества молодых людей, самых здоровых, самых способных, самых сильных, самых устойчивых, самых образованных, для того, чтобы пополнить наши вооруженные силы. Здоровье призывников, как всегда, разное, но процент годности неуклонно третий год повышается. По итогам весеннего призыва он составил 72,7%, что на 3% выше, чем было в 2015 году. О проблемах экологии простым языком. В Самаре подвели итоги международного форума «Зеленая планета». Он проходит уже в 14 раз и посвящен году кино. В рамках форума были объявлены несколько творческих конкурсов. В них приняли участие более полумиллиона детей из 14 стран и 80 регионов России. Школьники писали сочинения, рисовали, мастерили поделки, ставили театрализованные спектакли. Главным условием было отразить в своих работах тему взаимодействия человека с природой. Лучшие работы вошли в сборник, который издан по итогам конкурса. Самарская область вошла в список лучших территорий, где проходит формирование экологической культуры среди подрастающего поколения. Также в этом году в список лидеров вошли города Орел, Киров, Светлоград и Снежинск. Мы даем ребятам такие, что ли, творческие задания, чтобы, с одной стороны, они обращали внимание на природу, на взаимоотношения человека с природой. И вот отсюда, при воспитании в себе вот этих добрых чувств, мы надеемся, что они не будут экологами профессиональными, они будут просто хорошими людьми, жителями своей страны, своей России. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Хоккейный клуб ЦСК ВВС удачно стартовал в чемпионате страны высшей лиги. Домашняя серия из четырех матчей получилась победной. Алтай с Барнаула сдался дважды со счетом 9-1 и 2-1. А лидер чемпионата последних нескольких лет, Смоленский Славутич, попытался сопротивляться, но тоже неудачно. Первый матч военные летчики выиграли с футбольным счетом 1-0. Только в третьем периоде отличился Артем Сурсов. Матча реванша у гостей не получилось. Хозяева льда навязали с первых секунд свою игру и уже в начале второго периода вели 2-0. Шайбы положили себе в копилку Руслан Шевцов и все тот же Артем Сурсов. Последний реализовал численное большинство, что редко было у хоккеистов ЦСКА в АВС в прошлом сезоне. С сегодняшним качеством игры не совсем доволен. Вчера важнее во многом была победа и именно в равной игре формируется характер команды. Поэтому на самом деле вчера здорово порадовали, а сегодня уже появилась некая расхлябленность, хотя мы не имеем никаких оснований для этого. И при счете 2-0 мы практически перестали играть. Играть так, как должны. Поэтому работа предстоит еще серьезная. Соловутич почувствовал, что летчики дали слабину и устремился в погоню. Но добраться ближе, чем на одну шайбу, не удалось. Хотя они сделали две удачные попытки. Во втором периоде забивает Хорошев, а в третьем уже при счете 3-1 в пользу ЦСКА ВВС, играя в большинстве и сняв галки пересворот, оформляют второй гол за полтора минуты до конца игры. Удача улыбнулась Ташкинову. На большее Соловутичу не хватило ни сил, ни эмоций, ни времени. Мы были не готовы к двум играм напряженным. Не нашлось лидера, не нашлось тех людей, которые провели за собой команду. Но сегодня я могу больше сказать, что у соперника было больше желание победить. Обеду самарской команде принес Григорий Дикушкин. В середине третьего периода в своей зоне «Москвич» отобрал шайбу соперника и на контратаке сольно обыграв оборону Соловутича мастерски забросил шайбу. 3-1. Четвертая победа подряд у ЦСКА ВВС и первое место в турнирной таблице чемпионата страны. Гриша вообще молодчик, конечно, прошел, всех обыграл, бросил. Красавец показал, что он может повести команду за собой. Каждый может взять на себя игру. Я думаю, что это видно. И защитники, и вратарь, и нападающие. Каждый отрабатывает по максимуму, старается принести пользу команде. Летчики неожиданно взлетели на вершину высшей лиги уже на старте сезона. К немому удивлению не только самарских болельщиков, но и особенно в Ростове, Тамбове и Саранске. Очередной соперник ЦСКА ВВС – действующий чемпион Ростов. Серия игры пройдет на выезде. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова